Всем привет! С вами Барин и сегодня я бы хотел в своем ролике затронуть такой достаточно интересный текст. Дело все в том, что несколько дней назад со мной случилась большая беда. Вот эта игра, MotorStorm Pacific Rift, как раз таки для третьего PlayStation, то есть это еще такое первое издание русское, на русском языке, которое у меня было, почему-то отказалось запускаться на моем PlayStation 3. Ну то есть оно просто пишет, что значит ошибка диска. Происходит того, что диск у меня, ну вот он не сильно какой-то там загаженный, зацарапанный, просто отказался запускаться. Я, конечно, сразу испугался, подумал, что что-то случилось, наверное, с приводом приставки, его даже почистил, стал запускать другие диски, они все нормально работают, но вот именно Pacific Rift у меня отказался запускаться. То есть я, честно говоря, не знал, честно говоря, что с ним делать, даже расстроился и захотел купить эту игру заново. Ну что, скорее всего раз делал диски, значит какой-то новый диск у меня, наверное, запустится. Вот. Стал искать объявление по Авито у себя в городе и, значит, нашел такое очень интересное предложение, где один дядя продавал диски где-то, ну в среднем там от 100, где-то до 300 рублей за штуку, но предлагал купить все восемь дисков, которые у него имелись в наличии, за, соответственно, тысячу рублей. Ну то есть это получается за 100 с небольшим рублей за диск. Вот. И как раз таки у него был MotorStorm. Вот. Я, значит, приехал, посмотрел диски и купил у него все. И сегодня я бы хотел про вот это рассказать. Если вы видели аннотацию к видео или название ролика, ну, соответственно, вы все прекрасно и так поняли. Значит, конечно, у него вот этот Pacific Rift, это уже получается у нас в платинном издании. Вот. Но оно также на русском языке. В принципе, вот здесь мануал у нас есть. И как раз таки пометочка, что это издание платина. Уже, то есть, в отличие от обычного диска. Вот. И мне, кстати, было приятно, что все запустилось совершенно нормально и замечательным совершенно образом заработал как раз таки все мои сохранения. То есть, я там остановился, значит, на том месте я и смог продолжить. Вот. Это, конечно, было очень приятно. Вот. Следующей игрой, тоже, кстати, эксклюзив для PlayStation, это у нас был Ratchet & Clank Kraken Time. То есть, вот такая вот игра. То есть, она, конечно, 2009 года, но, к сожалению, почему-то не на русском языке. Хотя мануал аннотации у нее полностью на русском. Вот. В принципе, на самом деле, я вот хотел собрать потихоньку всего Ratchet & Clank. То есть, у меня уже был этот Ratchet & Clank Tools of Destruction. Собственно, вот он. Это у нас уже получается игра... Господи, какого там... Ну, сложно сказать, то ли 2000 этого самого... Не знаю, какая из них впервые была. По-моему, вот эта была впервые. Это просто переиздание 2012 года. Но, тем не менее, вот она тоже уже, как бы, не на русском, к сожалению. Только, по-моему, третья игра, которая, да, PlayStation 3 выходила. Потому что Ratchet & Clank еще является персонажами игр на консоли от Sony, начиная со PlayStation 2. Вот. То есть, конечно, жалко, что вот они обе не на русском, но третья точно была на русском. Вот. Хочу взять себе ее в коллекцию, чтобы добить линейку хотя бы их на третьем себе PlayStation. В том числе, две игры еще были на PSP. Одна из них даже в цифре у меня есть. Я как бы не помню, как из них там или две их, или три. Вот. Честно говоря, пока, к сожалению, всех Ratchet & Clank я прошел только последний, который был на четвертом уже PlayStation. Он у меня вместе в комплекте с приставкой Show. Честно говоря, игра мне это очень понравилась. Вот. Хотя, это, по факту, просто игра упускалась перед полуметражным мультфильмом, который меня, кстати, очень сильно разочаровал по сравнению с этой игрой. И который, соответственно, у нас... Здесь даже кадры, кстати, из него используются. И эта игра, по факту, была ремейком первой самой части, то есть самого-самого первого Ratchet & Clank еще на PlayStation 2. Однако, тем не менее, использующие уже какие-то идеи и возможности, которые были вот уже в играх на PlayStation 3. Вот. Так что надо обязательно будет эту линейку добить. В общем, этой игрой очень доволен. Уже где-то даже до середины ее прошел. Значит, следующая игра, что мне досталось, это FIFA 2012. То есть, FIFA 11, как ни странно, у меня есть. Потому что ко мне очень часто приходят друзья, говорят, слушай, а чего у тебя там всякого спорта нету на консолях? Ну и я, конечно, да, вот как-то себе купил FIFA 2011, там, по-моему, за 100 рублей или даже меньше. Ну и вот, раз такое счастье мне было за 1000 рублей, вот такой целый комплект игр. Взял, конечно, и FIFA 12. Почему бы и нет? Вот, Battlefield 4. Конечно, меня что порадовало, что игра не настолько русофобская, как Call of Duty. Даже с мануалом совсем, как у нас в комплекте. Полосно на русском языке. Вот. Ну, видите, как и многие говорили про эту игру, что в ней был достаточно доделанный, потом допиленный мультиплеер. Ну, честно говоря, как вы знаете, я в мультиплеер игры не верю. То есть, многопользовательские. Вот. Из всех них, разве что только многопользовательскую компанию в Биошоке 2 периодически так прохожу, потому что у нее сначала и конец, то есть мне просто интересно видеть концовку. Вот. Но мне уже там проходить и проходить. Играю очень крайне редко. Вот. Значит, а здесь меня именно одиночная компания интересовала. И, честно говоря, не знаю, что там столько лет как бы допиливали. Там для Battlefield, видимо, только мультиплеер, потому что одиночная игра с кучей багов и глюков. То есть, я сначала думал, что это может я такой счастливый, может просто на третьей PlayStation ее именно такой сделали. Но выяснилось, что и на ПК у нее те же самые проблемы, что, значит, постоянно можно какие-то баги, глюки славить, притом совершенно рандомно. И в том числе, вот, например, во второй миссии на одном из чекпоинтов могли, соответственно, крашнуться сохранения. То есть, у меня так именно получилось. И за это у меня пришлось аж в третий раз, в три раза проходить миссию. Потому что крашился сейф, то есть он начинал загружаться, просто черный экран, идут звуки, идут все, но игра не начинается. И приходилось миссию просто перезапускать полностью сначала. И вот с третьего раза у меня все-таки получилось ее пройти. Вот, хотя там одиночная кампания, это не очень большая. Так что сейчас я где-то на середине игры. Вот еще немного ее прохожу и, в принципе, наверное, закончу. Так просто познакомиться. А вот отсековская игра Binary Domain, она 2012 года. Мне, честно говоря, она очень, честно говоря, понравилась сама задумка. То есть, не знаю, чем-то она мне, может, местами Metal Gear напомнила, чем-то может, как это ни странно бы звучало, Терминатора. Вот, потому что тут как раз машины, и восстали машины из пепла и озерного огня. Вот, к сожалению, игра на английском, хотя все руководства пользователя, описание, оно на русском языке. В принципе, еще понравилась такая была интересная фишка в этой игре, что, соответственно, копирироваться с какими-то неписями можно было при помощи голосовых каких-то команд. То есть, у меня, конечно, есть как бы гарнитура KidsPlay. Как раз-таки она работает и на третьей, и на четвертой PlayStation. Но, как бы, самое что приятное, можно играть и без нее. Я пока прошел только первую миссию. Ну, вот, честно говоря, думаю, эту игру пройду, потому что, в принципе, меня она заинтересовала. То есть, не могу пока сказать, хорошая она или плохая. Ну, что называется, позже его увидим. Вот. Том Клэнси Ghost Recon Advanced Warfighter. Вот такая игра еще 2007 года. Тоже полнокомплектная. Значит, ну, пока просто запустил, даже пока не играл. Просто посмотрел, ну, есть в коллекции, есть. Как-нибудь руки-то ползут, так пройду. Вот. А что мне действительно сильно понравилось, это Red Faction Guerrilla. Вот. Значит, 2009 года игра, мультиплатформа. Вот. Но самое, что интересное, вот здесь она у нас полностью на русском языке. Вот. Поэтому с видом от третьего лица. То есть, честно говоря, в свое время я очень сильно любил играть в первый Red Faction, еще на ПК. К сожалению, его так и не прошел, но мне эта игра очень нравилась. Потом был второй Red Faction, который меня, ну, как-то разочаровал, что ли, даже не знаю. И как-то вот после этого серии особо я не интересовался. Я интересовался, знал, что выходили какие-то игры, что там несколько частей было. Ну, вот Guerrilla я как-то пропустил, а тут он достался. Я думаю, так вот сейчас его поставлю, потом смотрю, кукла. Игра с открытым миром, так еще от третьего лица. Вот. Такая вот впечатляющая здесь разрушаемость. Многие говорят, что во втором-третьем Just Cause просто потрясающая разрушаемость. Честно говоря, я не знаю, потому что я играл только, соответственно, в первый Just Cause. Так что мне как бы сравнивать особо не с чем. Но, в принципе, вот эта игра мне, на самом деле, очень понравилась. Многие жаловали, что вот этот открытый мир, он достаточно такой пустой, делать там почти нечего. В принципе, на самом деле, я с ними соглашусь, кто так говорит. Но просто есть одно какое-но большое. То есть, в эту игру надо, конечно, играть по частям. То есть, поиграли немного, прошли, но ни в коем случае не проходить ее за поем. То есть, если просто проходить ее за поем, да, действительно, она, я согласен, может быстро наскучить. А вот если так потихонечку, там, в день, допустим, там, по сектору зачищать, или там даже, ну, какие-то определенные миссии делать, потому что здесь именно вся карта поделена на сектора. Скажем так, это как такие части игры. А вот, то, да, совсем другое восприятие. Совсем заходит она, честно говоря, на ура. Ну и последнее, что мне досталось, это Defense Limited Edition издание. То есть, в принципе, я когда его покупал, не посмотрел, что это мультиплеер only. Вот только снизу здесь это написано. Вот, то есть, конечно, меня это как-то немножечко, вот, расстроило, потому что в онлайн-игре я не верю. И вот, честно говоря, еще очень много места нужно на жестком диске. У меня, к сожалению, столько его нету. Придется что-то потом удалить вот из-за того, что сейчас я допрохожу. Вот, как-нибудь ее, конечно, посмотрю. Не знаю, живы ли сервера. Сервера ее. Потому что игра 2013 года, то есть, вполне возможно, что живы. То есть, как, например, с тем же самым магом не получится, который я брал, допустим, несколько лет назад, когда-то в 2014 году, когда его онлайн-поддержка закончилась уже. То есть, у меня просто в коллекции сам диск лежит, но поиграть в него этот не вариант. То есть, так что называется, поживем-увидим. Вот. Что за игра? Ну, мне что-то понравилось, что здесь, как бы, кроме мануала, вот самого, скажем так, там, диска, каких-то кодов активации. Это нужно так лучше положим, вот. Самого там диска каких-то этих. Кодов и всего остального. Вот. Вместе с игрой шли вот две таких открыточки. То есть, каким-то персонажем для вот игр. Вот так вот они вот выглядели у нас. Вот одна, вторая. Вот здесь у нас, значит, эти какие-то. Нужно всякие, это кому-то, как отослать даже. Вот. И знаете, это было очень, на самом деле, приятно, что вот такие мелочи. Я их очень просто люблю, когда в комплекте с игрой что-то подобное идет. Мне вот это сильно порадовало. Вот. Конечно, пока сказать там особо нечего. Ну и, конечно, планирую я в ближайшем будущем снимать вторую часть про Nintendo 64. Благо, игре мне подвезли. То есть, это вот Турек-третий. Самый пока, наверное, дорогой картридж моей коллекции. Ну, неполнокомплектный. Потому что он так до сих пор остался эксклюзивом для Nintendo 64. Это, получается, у нас под заголовок. Он имеет Shadow of Oblivion. Вот. То есть, в принципе, всегда хотел в него поиграть. До этого только на эмуляторах запускал. Вот. Формула-1 Grand Prix. Вот такой картридж. В принципе, он, на самом деле, достаточно недорог ушел. Поэтому я его и купил. Вот. Doom 64, который у нас недавно портировали на... Как раз-таки Nintendo Switch. Там целая история с ним была. Но это, кстати, собственно, особый Doom был. Там немножечко с другими монстрами. Со своим сюжетом. Со своим этим... Даже оружием. Вот. В принципе, штуку тоже всегда эту хотел. Еще со времен того, как я, значит, эмулировал на компьютере игра. Nintendo 64. Ну, вот, наконец-то мне в коллекцию достался. Вот. Duke Nukem Zero War. То есть, нулевой час. Эта вот игра была на... Получается, у нас как раз-таки эксклюзивом для Nintendo 64. То есть, опять же, Duke Nukem с видом от третьего лица. Вот. В принципе, я так понимаю, что это был своеобразный такой ответ соневскому эксклюзиву Duke Nukem Time to Kill. Потому что здесь у нас тоже есть тема путешествий во времени. Правда, тут немножко другие эпохи попадали. Вот. Но, тем не менее... Как раз-таки приятно всегда в коллекции иметь вот такую вещь. Вот. Конечно, пришла мне еще James Bond The World is Not Enough. Притом, это, кстати, свой собственный эксклюзивный был James Bond для Nintendo 64. Грешным делом я сначала думал, что это просто та же самая игра, что была у нас и на PlayStation, только более, может, лучшим графеном. И без как раз-таки видеороликов, то есть кадров из фильма. Вот. Но нет, выяснилось, что это немножечко разные игры. Хотя и по одному и тому же сюжету. То есть, версию для PlayStation у нас делала Black Ops Entertainment. Вот такая компания, которая делала и Tomorrow Never Die, который был чистый эксклюзивом для PlayStation. А вот именно вот эту версию для Nintendo 64, делала компания Eurocom, которая позже сделает как раз-таки консольную версию игры Nightfire для James Bond. Вот. И, да, то есть я когда ее запустил, я увидел, что они достаточно сильно, друг от друга, отличаются. Значит, здесь у нас тоже полнокомплектный. Вот уже у нас второй полнокомплектный картридж в моей коллекции. То есть вот тот сам картридж. Вот к нему мануал. Как раз мне это очень приятно. Почти все эти картриджи я заказывал в магазине Play OTT. Вот. Притом по таким достаточно вменяемым ценам, то есть чем их искать даже на том же самом ebay или в каких-то других ретро-магазинах. Вот. И, конечно, вот что я больше всего хотел, это вот Golden Eye как раз-таки от Rareware. Для Nintendo 64 полный комплект. То есть здесь у нас вообще вот прекрасно просто в виде вот эта коробочка сохранилась. Значит, вот он как раз-таки сам картридж. И вот к нему даже вот такой вот мануал есть с пирсом бросленным на дожке. Потому что какие-то вот кадры из фильма показаны, которых в игре не было. Вот. Честно говоря, этим я очень доволен. Вот. И, наверное, в ближайшее время планирую сделать целое такое вот, опять же, продолжение. То есть вторую часть про Nintendo 64. Ну, видимо, там ролик будет не очень большой, но, в общем-то, он и будет. Вот. Так что очень доволен я играми, которые я купил себе на третий PlayStation. В общем, ребята, до новых встреч. Сегодня такой был Lightblock. Всего вам хорошего. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.